Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И сегодня я предлагаю вам прогуляться в поселок Юсова. Это Чеплыгинский район. Недалеко от центра города. Ну, буквально тройку километров. И открывается вот такая красота. Это очень красивое место. Речка, ягодная ряса и еще какая-то там ряса соединяются. Место соединения двух рек. Посмотрите, какие просторы. Посмотрите, какая тишина, речка, покой, уют. Как же красиво наша матушка Россия. Да, есть какие-то огрехи. Есть недобросовестные люди, которые иногда бросают мусор. Ну, что с этим поделать, если только взять пакет и собрать этот мусор. Хотя у меня возникает очень сильное такое желание. Ну, все равно душа радуется. У нас сегодня очень-очень жарко. Народ все подъезжает и подъезжает к этой речке. Я не включала камеру. Мы проезжали целое стадо коров. И вы знаете, мы напоминали, наверное, дикарей. Ох, смотри, коровы! Ох, смотри, лошадка! Одна такая сцена была интересная. Хозяин лошади просто отдыхал, лежа на травке. А это преданная лошадь. Как же она стояла? Как же она смотрела ему в глазки? Как будто охраняла своего хозяина. Но не смогла я это все заснять. Мы ехали на машине. Все это как бы трясется. Все это... Ну, в общем, это не тот кадр, который я хотела бы, конечно, вам показать, чтобы вы ощутили всю энергетику вот этой картины. Ой, как же здесь хорошо, друзья! Я не могу вам передать. Это просто какая-то сказка. Посмотрите, сзади меня гладь реки. Мы с дочерью сделали бутерброды. Скорее всего, Аня делала бутерброды. Причем такие дешевые, так скажем. У нас продается плавленый сыр в магните по 16 рублей. Представляете, 16 рублей. Вот купили 4 штучки. Натерли на терку, сварили яйца, добавили зубок чеснока, яйца, сыр, чеснок и майонез. Потом поджарили батон нарезной, натерли тоже чесночком и всю эту массу выложили на этот хлеб и немножечко сверху зеленым лычком. Красота! Вкуснятина! Вот. Сейчас переключусь на фронтальную камеру, покажу прелесть всего этого места. Сейчас вот так немножко покручусь, покажу, что здесь уже прибавляются люди. Мы приехали, здесь всего было пару машин. Сейчас все подъезжают и подъезжают, хотя сегодня, по-моему, среда, если я не ошибаюсь. Время просто потеряла. На реке Кувшинки блестит гладь на солнышке, сверкает все это дело, переливается. Дети там плещутся в речке. Ну, в общем, чем не Дубай? Аня у меня рассмеялась в этом месте. Ну, на самом деле, мне очень нравится такой отдых. Сколько еще мест предстоит узнать в окрестностях нашего города Чеплыгина. Теперь уже моего любимого города Чеплыгина. Конечно, буду вас держать в курсе, если где-то будем, что-то будет интересное, стоящее. Ну, я говорю, вот 10 минут буквально мы проехали от центра и попадаем вот в такой оазис, где совершенная тишина. У нас-то тишина. Но здесь вот этот простор, голубое-голубое небо. Кстати, вот это вот громадная ива-ракита, под которой мы нашли пенечек. Вернее, даже не пенечек, а сваленное дерево, ободранная кора, такое гладенькое. В общем, я там вяжу. И, кстати, о вязании. Я нашла очень красивый мотив, из которого мы будем с вами вязать плед. Идет посылочка из мира вышивки. Я же говорила, что когда-то же времена эти начнутся хорошие. Вот они уже наступили. Поступило спонсорское предложение. Предложили выбрать пряжу. И я так подумала, ну, картиганы, блузки, топы, платье. У меня все есть. И очень захотелось связать плед. И вот я выбрала пряжу на плед. Сейчас вам мельком покажу, какой приблизительно мотив будет. Все это мы с вами свяжем. И плед, как вы знаете, это долгоиграющая пластинка. Может быть, и несколько месяцев уйдет на него. Но плед будет необыкновенной красоты. И я заранее благодарю магазин Мир Вышивки, который мне вышлет эту посылочку. Уже пришло сообщение от Марии, что посылку вышли буквально на днях. Пряжа будет в кабле, семеновская. Это чистый хлопок. В общем, под шторы, о которых я вам рассказывала недавно, что я повесила новые шторы. Кому-то они понравились, кому-то не очень. И они очень нравятся. И вот именно к ним мы с вами свяжем замечательные пледы. Друзья, решила вставить вам это уже в следующий день. Вы, конечно, продолжите смотреть. Я надеюсь, что я вам покажу дальше, что было вчера. Ну, это вот фокусы видеосъемки. Можно изменить хронологию времени. В общем, вот такой мотив уже у меня получается. Я попробовала его связать из пряжи, которая у меня есть. Пряжа с пайетками. Это пряжа Ализе, чистый акрил. Очень хорошо подходит для вот этого узора. Посмотрите, как красиво. Вяжется мотив настолько просто, мне кажется, что проще не бывает. Схему я оставлю во вкладке в сообществе. Сообщество, которое находится на главной странице канала, в шапке. Найдите, зайдите на главную страницу и найдите вкладку сообщества. И вообще, дорогие друзья, те, кто смотрит это видео, знайте, что все схемы, которые я размещаю и могу разместить, находятся во вкладке в сообщество. Потому что до сих пор поступают комментарии, а можно схемку. Друзья, куда я схемку вам в сообщении в YouTube вышлю? Конечно же, это пока нереально. Может быть, когда-то будут другие возможности. Так что схема будет во вкладке в сообщество. Я эту схему немножко изменила. Об этом расскажу чуть-чуть позже, чтобы ваш квадрат, ваш мотив не фолдил. Я перевязывала несколько раз, но не весь, потом тонкости расскажу. Но, если вас заинтересовала эта пряжа Ализе, я даже не знаю название у меня, к сожалению, не сохранила с этикетки. Я найду тот ролик, где я делала распаковку об этой пряжи и показывала, что это за пряжа. Вяжу я эту пряжу крючком четверка, крючок Кловер. И этим же мотивом будет связан плед. Кстати, посылочка мне уже выислано от Мира Вышивки. Не пропускайте видео, там будет сюрприз для вас. Будет скидка в 5% по промокоду, потом скажу, какой промокод. И скидка эта суммируется со скидками на сайте Мир Вышивки, но не суммируется с индивидуальными скидками. Вот так вот. Так что пряжа уже идет, и нас ждет просто очень красивый мотив, очень красивый проект плед. Ну, а это из этой пряжи. Я хочу обвязать вот эту вот подушку. Она не подходит ни по каким параметрам сейчас под наш интерьер. Поэтому я свяжу наволочку вот из этих мотивов. Я думаю, пряжи мне хватит. У меня еще есть такой моточек. Вот здесь будет четыре вот таких квадрата. Покажу потом, как я буду их между собой соединять. И по этой аналогии, конечно же, вы можете вязать плед. Естественно, потом, когда я получу пряжу Кобле от Семеновской фабрики, цвет там шампанское, номер, конечно же, потом скажу вам. Вот я тоже свяжу мотив и расскажу уже вам потом по ходу о всех тонкостях и нюансах. Так что вот такой замечательный проект. Конечно, сюда я буду что-то нашивать, потому что на красном фоне не смотрится. А вот на коричневом фоне это все просто отлично смотрится и будет вписываться в наш интерьер. Вот такой вот проект. Ну, и смотрим дальше красоту того места, о котором я начала рассказывать в этом видео. Ну, а сейчас я вам уже себя показала. Переключусь на фронтальную камеру и покажу вам более подробно, так скажем, колорит вот этой местности, этого места. Так что не отключайтесь. Я думаю, вам будет интересно. Итак, друзья, посмотрите на эту красоту. Я думаю, что где-то может быть вот в том месте сливаются эти две реки. Ягодная ряса. Анечка, подскажи мне ягодная ряса и какая еще? А, становая ряса. Вот, точно. И становая ряса. Вот здесь эти две речки сливаются и вот такая красота. Здесь даже есть кувшинки. Вон они на воде. Вот такая ива, под которой мы устроились. я не знаю, сколько этой ивелет ее не обхватить руками. Смотрите, какая красота. Вот такое толстое, толстое дерево. Посмотрите, основание дерева. Вот. Я не знаю, здесь в обхвате на метра 4, точно. Мы сидим на пенечке. Видите, я устроила здесь себе такое кресло. И вот там вяжу кое-что покушать взяли мы. И вот этот красивейший мотив, который я буду использовать в пледе. Вот оно, это дерево, которое кто-то спилил и ободрал. И вот это дерево служит мне спинкой. Очень удобно сидеть. Вот. Там наша еда, шляпы. Это вот люди приехали. Ой, уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь машин. Мы приехали, было две машины. Народу прибавляется. Анечка там лежит, загорает, но строго-настрого мне приказала, чтобы я не брала ее в кадр. На небе не облачко. Вот мы отдыхаем. Не знаю, полезу ли я в речку. Вот они, эти две ракиты, ракита или ива. Очень старые деревья. с них капает. Вот недаром говорят, а плакучая ива, наверное, поэтому и названа, спросила у меня Аня. Я говорю, да, Анечка, вот именно поэтому мы сидели на этом пенечке и ощущали эти капельки, которые падали с ивы. Класс! Ой, как же здесь хорошо, я вам передать не могу, друзья. И вот здесь целая аллея этих ив. Да и по берегу, вот с той стороны, тоже вот эти ивы. Я все больше в тенечке, мне как-то на солнце даже не хочется. А Анечка, конечно, загорает. такой легкий-легкий ветерок. Нам еще здесь часок отдыхать. Мне надо ехать будет домой. Сегодня приезжает Лешик опять на один денечек. У меня вырос щавель и я решила сварить зеленого супа или зеленый борщ. Вчера сходила, купила яйца домашние. Я уже покупаю только домашние яйца. Привозят домашнее молоко. Сегодня договорилась, а, сегодня даже купила сметану домашнюю. Можно было купить творог, но от творога отказалась. Вчера сделала пирог, и как бы я творог просто так есть не могу, а делаю творожник. Вы уже знаете этот рецепт, как-то вам показывала. Вот, с изюмом я отказалась от творога, потому что надо съесть этот пирог, а потом уже купить творог для нового пирога. Вот, творог по 300 рублей килограмм, килограмма мне много, сметана 350 рублей литровая банка, молоко по 150- 170 рублей. Смотря у кого. Мне молоко нравится наше, которое мне возит Надя из Кривополянья. В общем, перешли на натуральные продукты. Здесь семья и очень-очень такая истерическая девочка. Я, наверное, сейчас отключусь, пока она успокоится. мальчик очень такой спокойный, хороший, а девочка очень капризная. Если она сейчас будет кричать, я отключусь и тогда покажу вам. А вот, в принципе, могу показать. Вот он пляж, заход, люди там, видите, детки резвятся, взрослые. Я, наверное, все-таки тоже пойду искупаюсь, окунусь и немножко поплаваю, освежусь. Как же красиво! Так вот, что-то я переключилась, мысли прыгают. Пока мы сюда ехали, мы рассматривали эту деревню Юсова или пригород города Чеплыгин и какие же там красивые домики. Сколько там цветов в придомовой территории. Я там даже некоторые идейки для себя подобрала. То, что мне понравилось, я обязательно сделаю так же. Все утопает в цветах. Ну, это, конечно, нужно показать. И всякие мельницы там придуманы, и всякие домики, и всякие резные статуэтки, и чего там только нет. В общем, кто ищет недвижимость, если вам понравился город Чеплыгин, рассмотрите Юсова. Это недалеко от Чеплыгина, тем более, если есть машина, но очень красивые места. Вот. Красота. Ладно, друзья, немножечко вам показала этой прелести, этой красоты. пойду немножко окунусь и будем релаксировать дальше какое-то время. а потом поедем домой и буду встречать Лешика. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok